Добрый день дорогие друзья! Количество пациентов увеличивается, безусловно это преимущество современной диагностики, но к сожалению мы наблюдаем также среднегодовой темп прироста смертности и нет снижения летальности в течение одного года после установления диагноза. Это как раз для онкологических заболеваний один из показателей целевых федерального проекта. По регионам примерно такая у нас ситуация, а по федеральным округам все равно летальность на первом году жизни составляет в среднем практически больше 20%. Что касается злокачественных лимфом, лимфомах Ходжкина и других видов неходжкинских лимфом, мы видим, что заболеваемость в России определенным образом отличается от заболеваемости в Северной Америке и Германии. Взяли Германию как образец медицины европейской ввиду высокой доступности трансплантации и большого количества трансплантационных центров. Мы видим, что заболеваемость несколько ниже, все-таки мы уступаем по способам диагностики. А вы видите в соотношении и там, и там, что в Германии 9 к 1, и смертность, мы видим, что в России, к сожалению, смертность относительно заболеваемости тоже немножко выше. Вопросы заболеваемости, вопросы диагностики, к сожалению, мы тут уступаем, экспертных лабораторий не так много. К счастью, в рамках национального проекта они стали появляться, но все равно очевидные проблемы с этим существуют. Что касается смертности, то, что она в соотношении, мы видим, количество заболевших, количество умерших, безусловно, в худшую сторону, в отличие от Соединенных Штатов и стран Западной Европы, это, безусловно, проблемы оказания медицинской помощи этой группы пациентов. Да, ну вот мы можем говорить об отдельном весе на сегодняшний день тех или иных терапевтических подходов в лечении этих пациентов, но мы все равно прекрасно понимаем, что вот это вот неудовлетворительное состояние учета больных с гемобластозами, некоторые там неудачи очевидные, их лечения, несмотря на то, что действительно вот больницы имени Боткина в Москве всех радует появление подобных центров, суперсовременных для лечения пациентов с гемобластозами, но это скорее исключение из правил, все-таки Москва такой несколько особняком стоящий регион по доступности оказания медицинской помощи, безусловно, ситуация в регионах совершенно другая. Ну, есть, естественно, определенные этапы, как развивалась современная противоопухолевая химиотерапия злокачественных лимфом, от монохимиотерапии в 60-е и 50-е и 40-е годы до современной таргетной терапии, там, следующий степ после высокодозной химиотерапии, но все равно можем определенным образом говорить о том, что на сегодняшний день мы достигли какого-то плата, плато, и результаты, к сожалению, от года к году не меняются, и, наверное, здесь уже мы можем говорить не столько о доступности современных методов лечения, доступности современных противоопухолевых препаратов, а в первую очередь о том, что требуется существенная оптимизация гематологической службы, и, наверное, вот именно эти шаги будут каким-то образом существенно улучшить результаты лечения наших пациентов. Ну, есть несколько ключевых этапов, в двух словах, это диагностика, безусловно, терапия первой линии и терапия резистентных рецидивирующих форм. Что касается рецидивирующих, ну, вот, показателей, такие, какие они у нас есть на сегодняшний момент, да, в России, там, больше 3 тысяч пациентов в год с лимфомой Ходжкина и больше 10 тысяч с неходжкинскими лимфомами. Но, что касается резистентных рецидивирующих форм, то порядка 30% пациентов с лимфомой Ходжкина имеют резистентные рецидивирующие течения, и до 50% пациентов с другими злокачественными лимфомами тоже имеют подобный неблагопоятный тип течения. Ну, суммарно, это порядка 5 тысяч пациентов в год, которые нуждаются на том или ином этапе лечения или в высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных клеток, или в улогенной трансплантации костного мозга, или же все-таки это пациенты-кандидаты на лечение своеменными вот этими, в том числе, онкоиммунологическими препаратами, доступность которых тоже является существенной проблемой, особенно в регионах. Что же происходит с этими пациентами в Институте онкологии имени Петрова? Ну, в первую очередь, мы очевидно знаем, что есть такое небрежное отношение к первичному диагнозу, практически, ну, не скажу в большинстве, но во многих центрах. Поэтому, в первую очередь, для принятия решения о том, что резистентно-эцидивирующее это течение и какой, собственно, вид помощи показан, естественно, что это пересмотр гистологических препаратов, пересмотр результатов радиологических исследований. Для этого в Институте существуют целые, так сказать, практически неограниченные возможности. В случае необходимости выполнения повторных биопсий, это и отделение малой хирургии, это биопсии по утрозвуковой навигации, это и тракальная хирургия, там, любые биопсии легких и медиастинальных образований, это абдоминальная хирургия, онковорология, отделение опухоли головы и шеи. То есть, в принципе, при необходимости центр соответствует всем тем стандартам, по которым, собственно, показана абиопсия с целью верификации айцидива или айцидивирующего течения, в том числе, потому что иногда мы знаем, что бывают диагнозы неправильно поставленные. Ну вот, к слову о повторных пересмотрах гистологических препаратов. Да, мы видим, что повторный пересмотр первичных гистологических препаратов был выполнен в 282 случаях, и в 15% диагноз был или полностью, или частично неверный. И поэтому, в целом, вот из этих 282 пациентов была выполнена повторная биопсия. Поэтому, если говорить об основных ошибках в диагностике злокачественных лимфом, ну, на первом месте, все-таки, действительно, это небрежное отношение к диагнозу и некачественный забор гистологического материала. Это всевозможные многократные биопсии, часто неэффективные, но при этом упорно повторяющиеся. Ну, мы знаем, что там целый ряд есть недостатков всевозможных тонкоигольных аспирационных биопсий. Непонятно, почему наши коллеги в других учреждениях их постоянно выполняют. Тем более, что вот еще в 2013 году Американское общество гематологов стратифицировало пять процедур, к которым необходимо отказаться или существенно ограничить. И вот на пятом месте в этом списке как раз оказались тонкоигольные аспирационные биопсии лимфатических узлов у пациентов с злокачественными лимфомами. Поэтому, да, есть у нас действительно такой целый ряд, можем сказать, проблем. Если говорить первично, это неправильно поставлено или некорректно поставлено, или неполно обследовано и при правильном поставленном диагнозе пациента. Безусловно, вот эти вот неудачи первого этапа, они определяют то, что происходит неправильный выбор терапии, поэтому мы получаем резистентно и инцидивирующий форму злокачественных заболеваний. Ну, в двух словах, да, уже давно показано, что, по крайней мере, и при лимфоме Ходжкина, и при злокачественных лимфомах, высокоагрессивных, трансплантация костного мозга является золотым стандартом уже больше 20 лет. В институте Петрова, ну, достаточно большой опыт накоплен, не сказать, что, как бы, такой, как хотелось, но, в принципе, все-таки заслуживающее внимание, да. За 7 лет, вот, с 2013 года трансплантационная программа в институте появилась, там, она достаточно активно развивается. 2020 год – это некоторый спад, в первую очередь, из-за новой коронавирусной инфекции. Всего 713 было трансплантации выполнено, различных из них при лимфомах 415. Мы проводим такое некое наблюдательное исследование, которое, в том числе, по согласованию с институтом Раиса Максимовна Горбачева, мы включили пациентов, которые получали лечение там. Ну, основная задача, все-таки, более детально показать те слабые места в организации оказания помощи этим пациентам, которые реально влияют на исход. Вот тут были там вопросы в аудитории, что там определяет успех наличие современных препаратов или там еще что-то. Нет, на самом деле успех в лечении этой группы пациентов определяет все-таки маршрутизация и преемственность лечения. Это, на самом деле, ключевой фактор на сегодняшний день успеха лечения вообще этих пациентов по той простой причине, что понятно, что есть какие-то новые там суперсовременные препараты, но их, во-первых, доступность ограничена, за исключением там некоторых клиник, и все-таки они тоже не являются панацией. И появляются они, в общем-то, у тех пациентов, когда уже другого варианта нет, и в целом можно сказать, что в каком-то достаточно большом проценте случаев мы сами культивируем этих же пациентов. Поэтому, если говорить о ключевых моментах, это преемственность, целесообразность и необходимость проведения второй линии терапии только в тех центрах, в которых возможно выполнить трансплантацию костного мозга. Это, опять же, к слову о том, что таких центров должно быть больше, вот они появляются, и правильная организация и маршрутизация этих пациентов. Ну, что касается второй линии терапии, тут все об этом уже много раз говорили, что золотого стандарта нет, в основном это платин, содержащие режимы, примерно равные, эффективные, плюс-минус, но легко управляемые токсичностью. Действительно, в больших мегаполисах практически амбулаторные. Ну, вот в институте чаще всего все-таки по воспроизводимости, по эффективности и управляемости мы используем схему ТХАП, в продавляющем большинстве случаев. Следующий ключевой момент – это заготовка гемопоэтических стволовых клеток. Это вот как раз слово о том, почему все должно проводиться в одних руках, потому что, безусловно, эффективность заготовки гемопоэтических стволовых клеток в межкуксовые промежутки, она существенно выше, чем в постцитостатический этап, когда это делается отсрочно, иногда спустя даже недели и месяцы после достижения эффекта. Поэтому, конечно, вся эта помощь должна оказываться исключительно в центрах, которые могут реализовать все этапы реализации этого сложного процесса. Ну вот, 322 пациента в нашем наблюдении. Мы видим, что, безусловно, общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования при проведении масокодозной химиотерапии показывают достаточно хорошие результаты. Ну, на самом деле, факторы тоже все уже определены. Это тоже, к слову, о том, что некоторые наши коллеги… Сейчас понятно, что идет большая образовательная работа. Представители трансплантационных центров проводят бесчисленное количество вебинаров, семинаров всевозможных, посвященных тому, тем опросам, как надо проводить лечение этих больных. Но факторы, все влияющие на исходы, доказаны, просто показаны. Мы просто, это к слову о том, что некоторые наши коллеги не понимают сущности трансплантации, высокодозной химиотерапии, и все равно до сих пор рассматривают этот вид медицинской помощи лишь как некая терапия отчаяния. Хотя, на самом деле, это медицинская процедура, имеющая четко свои показания и свое место в лечении. Поэтому факторы – это, безусловно, химиочувствительность, нецелесообразно направлять пациентов первичноэзистентных, запущенных на высокодозную химиотерапию. Статус заболевания, безусловно, после достижения эффекта от второй линии терапии. ПЭД-статус – это тоже очень важно, потому что очевидно, что результаты трансплантации под негативных и под позитивных пациентов очень различаются. Вот на этих слайдах как раз показано, насколько различаются эти результаты. И, безусловно, еще такой важный момент – это тайминг. О том, что я говорил, что когда все в одних руках, все можно рассчитать и сделать степ-бай-степ, последовательно минимизируя интервалы между этапами лечения. И когда все это происходит в короткие сроки, то результаты лечения этих пациентов существенно лучше. Понятно, что появились новые препараты, и действительно появилась такая опция, как и поддерживающая терапия, по крайней мере, у пациентов с лимфомой Ходжкин – это бентуксимаб, видатин. Следующая проблема – это, конечно, самая сложная, решаемая, самая дискутабельная, множество подходов на сегодняшний момент. Это и онкоиммунологические препараты, и химиотерапия, плюс онкоиммунологические препараты, элогенная трансплантация, новые мишени. Поэтому, ну, по крайней мере, потому, что это самая неблагополучная группа пациентов. И в случае рецидива после ауто-ТКМ, безусловно, продолжение интенсивной химиотерапии нецелесообразно, потому что, ну, БИМ – максимально интенсивный режим, на самом деле, химиотерапии. Поэтому надо думать, что делать с этими пациентами, потому что прогноз в случае неэффективности ауто-Трансплантации, он, конечно, безусловно, крайне неблагопоятный. Это касается и лимфомы Ходжкина, и диффузной бакклечечной, и крупноклечечной лимфомы. То есть это те злокачественные лимфомы, которые являются основными показаниями для трансплантации костного мозга. Роль новых препаратов. Ну, она, безусловно, положительная, они появляются, они появились, они становятся более или менее доступными. Но, опять же, тут не все могут реализовать у себя на месте в своих клиниках то, что хотелось бы, и то, что действительно эффективно, опять же, в первую очередь в связи с экономическими проблемами, потому что, конечно, бюджеты регионов, они существенно ограничены, и доступность этих препаратов крайне небольшая, к сожалению, даже вот в этой небольшой группе пациентов относительно всего пула онкологических больных. Безусловно, там хорошие результаты, да, у ПИДИ-1 ингибиторов, у Нивилумаба, у Пембролизумаба, там у них сопоставимы и продолжительности ответа, и вот мы видим, что, опять же, данные института, данные опубликованные в клинической гематологии 2020 года, видно, что новые препараты у этой группы пациентов, там, разительно лучшие результаты показывают, чем химиотерапия. Бейнтоксимаб, ну, здесь тоже, там, в нашем центре было какое-то количество пациентов, там, с Лимфомой Ходжкина, которые получали и Бейнтоксимаб, и Нивилумаб, у них просто они по-разному их получали, кто-то по месту жительства, кому удалось их получить, кто-то в дружеских учреждениях, вот, в частности, в институте детской гематологии, так они поделились, и, ну, видно, что результаты общей четырехлетней выживаемости достаточно благополучные, в том числе и по Лимфоме Ходжкина. Есть препараты расшейного доступа, ползазумаб, новый иммуноконьюгат CD78B, ну, вот, в России он пока в расшейном доступе, но тоже показывают некие такие обнадеживающие результаты. Из новых опций, заканчиваю максимально быстро, к сожалению, вышел за лимит, это CAR-T. Понятно, что в нашей стране это пока недоступная история, но вот в клиниках появляются уже многоцентровые, ну, в России уже существует практически многоцентровое исследование, поскольку CAR-T включена уже в клинические рекомендации, НССН, и достаточно много протоколов в МИИ по использованию CAR-T терапии, но вот, к сожалению, ведь мы отстаем, у нас всего два, но вот есть такое уже проводится, да, там первый этап, фактически, многоцентрового сотрудничества, это Институт детской гематологии и трансплантологии имени Райса Максима Горбачева, имени Петрова, Институт имени Дмитрия Рогачева. При поддержке Милтона и Биотек вот мы начали такую программу по CAR-T терапии у агасивных, айцидивирующих, резистентных лимфом, баклеточных лимфом у взрослых пациентов. Перспектива – это биспецифические антитела, ну, и аллогенная трансплантация, безусловно, опция. Понятно, что количество этих операций у этой группы пациентов растет, но все-таки в России это все равно еще не настолько поименимо, как в Европе, но в первую очередь там из-за сложностей решаемых постепенно, но существующих с подбором донора. В нашем центре тоже постихонечку инициируется программа по аллогенным трансплантациям у этой неблагополучной группы пациентов, их не так много, но они есть, и у нас уже есть собственные эксперименты. Вот из последнего, то, что может быть интересно, что начинается многоцентровое исследование, Бейстол Майерс проводит карти вместо алто-ТКМ. Насколько результаты будут значимы, и действительно сможет ли карти-терапия заменить алтологичную трансплантацию костного мозга, ну, будем надеяться, это исследование и покажет. Но, в принципе, несмотря на все прорывные технологии, современные онкоиммунологические препараты, все равно пути улучшения, они лежат на поверхности, и они, по большому счету, действительно связаны с тем, что необходимо просто оптимизировать лечение этих пациентов. Это своевременная диагностика, действительно осторожная интерпретация ПЭТ-КТ, чтобы избежать неких спекулятивных данных. Структура лечения с адекватной маршрутизацией пациентов, с этим все сталкиваемся, это большая проблема. Своевременная высокодозная химиотерапия, этого мы не добьемся, пока не будет расчетного количества центров трансплантации костного мозга в стране, а не только, там, сейчас чуть больше 20, а надо практически 100. Это внедрение новых медицинских технологий, это тоже достаточно сложно. Обеспечение новыми лекарственными препаратами, но это, в общем, на самом деле, такая самая сложная решаемая проблема, несмотря на реализацию национального проекта, финансирование в нем все равно существенно дефицитно. Ну и там, все мы стремимся к тому, чтобы было обеспечение поиска донора для выполнения трансплантации логенных, но там есть несколько, так скажем, назовем так, есть российская база данных, она, безусловно, там, это прорывная история, но все равно, наверное, не в том объеме, в котором бы хотелось. Спасибо за внимание. Хотел бы поблагодарить, ну, в первую очередь, там, Бориса Владимировича Афанасьева, который когда-то меня к себе взял и сделал из меня гематолога Алексея Михайловича Беляева, который позволил, ну, при помощи которого мы создали центр трансплантации в Институте Костного, в Институте онкологии имени Петрова, ну, и своих коллег, с которыми я начитал, в первую очередь, Наталью Боисовну и своих коллег из Института онкологии имени Петрова, которые, собственно, реализовали все те идеи, которые у нас были. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...